Ну и завершая краткий такой обзор того, что такое Белое море, конечно, нельзя пройти мимо науки на Белом море. Белое море уникально тем, что здесь концентрация научных учреждений, работающих на этом море, пожалуй, одна из самых крупных в мире. Но интересно это еще вот почему. Еще в 19 веке на Белом море была создана первая в России и первая на таком дальнем севере в мире биостанция, которая была создана под патронажем Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. И организатором этой биологической станции был Николай Петрович Вагнер, зоолог, который в сотрудничестве с Соловецким монастырем организовал биостанцию вот здесь. Вот в этом здании, которое носит название «Сельдяная изба». Она до сих пор существует на Соловках и выглядит очень похоже на эту фотографию. И биостанция просуществовала, правда, недолго, но это был действительно прорыв, который позволил впервые посмотреть на жизнь в Белом море зоологам. То есть людям, которые могли вынести свое научное суждение на то, что же такое Белое море. Позднее на берегах Белого моря возникло довольно много биостанций. И я сейчас расскажу лишь о наиболее значимых из них, которые продолжают работать и продолжают производить научную продукцию. Это, конечно же, в первую очередь Беломорская биологическая станция Зоологического института Российской Академии Наук, которая находится рядом с мысом Картиш. Ничуть не менее значимая биостанция – это биостанция, созданная Санкт-Петербургским государственным университетом. Она находится совсем недалеко от Белого моря зоологического института и здесь проходит практику студенты-биологи, биологического факультета Санкт-Петербургского университета. Ну и, пожалуй, самая крупная, самая высокоорганизованная и самая продвинутая биологическая станция – это биологическая станция Московского государственного университета. И опять же, посмотрите, она находится сравнительно недалеко от этих других двух биостанций, о которых я уже рассказал. Ну и, конечно же, говоря о науке на Белом море, нельзя не упомянуть и наш замечательный Кандаларский заповедник, который находится на островах, представленных в Белом море, но и небольшие его филиалы есть и на Барицевом море. Заповедник – это не только охранное предприятие, которое сохраняет биологическое разнообразие, но и еще и крупный научный центр. Достаточно большое количество научных исследований, научных данных производится сотрудниками Кандаларского заповедника. Так что Белое море действительно одно из самых изученных морей и от этого становится все более и более интересным.